Коммунальные аварии на объектах вода, тепла и электроснабжения стали одной из тем, которые обсудил Михаил Игнатьев с главами муниципалитетов республики. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Лидерами по количеству аварий на объектах ЖКХ в нынешнем отопительном сезоне стали города Чебоксары, Канаш и Марпасадский район. Жители муниципалитетов стали жаловаться на то, что в их квартирах внезапно исчезает то вода, то отопление. Совсем недавно жители 13 домов в северо-западном районе столицы остались без холодной воды. Причиной стала коммунальная авария на водопроводных сетях. Проведенный мониторинг аварийных ситуаций на объектах водоснабжения в отопительный период 2017-2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-2018 показал увеличение количества аварийных отключений в городе Чебоксарах, то, что было уже обозначено, более чем на 15%. В городе Канаш в 6 раз, в Марпасадском районе в 4 раза. Кто виноват и что делать? На этот вопрос главы почти всех проблемных районов отвечают одинаково. Основная причина аварий – износ сетей. Коммунальщики, конечно, в курсе того, какие объекты в большей степени подвержены риску аварий, но профилактические работы ведутся там несистемно, так как в бюджетах муниципалитетов не хватает средств на ремонт водопроводов и модернизацию котельных. Каждую аварийную ситуацию главы муниципалитетов должны держать на личном контроле, а не перекладывать всю ответственность на работников жилищно-коммунального хозяйства. Да, за это отвечает предприятие ЖКХ, но главы администрации, вы в стороне не оставайтесь. Если аварию можно устранить за 2 часа, вы ее не растягиваете на 12 часов. Я понимаю, вы в нормативные сроки укладываетесь. Еще одна проблема, Михаил Васильевич. В одном из районов, сейчас не буду называть, чтобы не обидеть этого главу, аварийные работы ночью прекратились, потому что у них не было запаса труб. И они подождали, пока откроют магазин и привезут трубы. Но так же нельзя. Глава региона Михаил Игнатьев отметил, что готовиться к отопительному сезону нужно тщательнее и обязательно учитывать данные мониторинга аварийных ситуаций предыдущих осенне-зимних периодов. Кроме этого, он потребовал подготовить инвестиционные программы по реконструкции и модернизации коммуникации сферы ЖКХ в самое ближайшее время. Еще одним из основных вопросов совещания стало подведение итогов проверки эффективности использования бюджетных средств, которые были выделены на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Аудит показал, что программа признана эффективной, потому что основные принятые целевые показатели на этот период – это общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая в расселении, и численность подлежащих переселений граждан выполнена на 100%. Всем квартиросъемщикам или собственникам проживающих в аварийных домах, включенных в программу, были предоставлены жилые помещения. Однако по состоянию на 1 декабря 2017 года, по всем этапам программы, незаселенными по различным причинам остаются жилые помещения, которые приобретены для 418 семей. Не все, к сожалению, хотят переселяться в те дома, которые мы построили. Жилье есть для всех, для каждой семьи. Кто-то в микроэм соляной не хочет ехать, кто-то не готов переезжать на 9 этаж, кто-то на 1 этаж. Но есть свои моменты, но в каких-то вопросах и были ошибки с нашей стороны допущены. Некоторые семьи сегодня хотят получить денежную компенсацию. С учетом всех возможных вариантов, работу эту надо завершить как можно быстрее. Жилищный вопрос для участников программы должен быть закрыт. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.